Государственную награду вручили одному из крупнейших первоуральских предприятий ОАО «Динур». С почетной миссией накануне вечером в город прибыл губернатор Свердловской области. За какие заслуги завод поблагодарили на самом высшем уровне и как встретили главу региона диносовцы, расскажет Таисия Пономарева. Первоуральский диносовый завод – предприятие уникальное не только для уральского региона. Это единственный в стране производитель диносовых изделий. За большие производственные показатели и в честь юбилея предприятия особую благодарность ему выразил президент страны Владимир Путин. Гимн Российской Федерации сегодня звучит для диносовцев, которые пришли во Дворец культуры огнеупорщик, чтобы почувствовать себя частью большого события. Объявлена благодарность президента Российской Федерации. Награду главы государства коллективу Динура вручает губернатор Свердловской области. Благодаря диносовому заводу Первоуральск по праву можно назвать центром огнеупорной промышленности страны. На протяжении своей 85-летней истории Динур оставался крупнейшим производителем огнеупоров. Сегодня акционерное общество Динур уверенно смотрит в будущее. Имеет крепкую финансовую стоимость, высокий интеллектуальный и, самое главное, кадровый потенциал. Во многом это заслуга Ефима Моисеевича Гришпуна, многолетнего руководителя предприятия. Почетный гражданин Первоуральской и Свердловской области, бессменный руководитель Диносового завода Ефим Моисеевич Гришпун прошел путь от разнорабочего до председателя совета директоров. Сегодня предприятие – это не только крупнейший налогоплательщик, который наполняет городской бюджет. Динур вносит свой вклад в укрепление экономики уральского региона. Динусовый завод никогда не останавливался в развитии. Сегодня на предприятии трудятся около двух тысяч человек. Завод производит огнеупоры для черной и цветной металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности. Кроме того, Динур – единственный в России, выпускает диносовые изделия для электростали плавильных, мартеновских и доменных печей. Работники предприятия уверены – награда президента абсолютно заслужена. Будут моменты, когда даже слюзы подступали в горло, потому что это такая торжественность, такая значимость для завода. И награда достойная нашего предприятия. Наверное, не каждому такое в жизни выпадает увидеть, когда благодарность от президента. И переживали, и аплодировали. Душа замирает. Сегодня сердце замирает и у ветеранов предприятия, которые проработали на заводе десятки лет. Впрочем, даже на пенсии о Динуре не забывают. Участвуют в заводской самодеятельности, посещают дворец культуры, стадион и бассейн. У Диносового завода целый ряд собственных социальных объектов. Мы в хор поем и в соревнованиях участвуем везде. То есть Динур продолжает оставаться частью большой вашей жизни? Так основной частью нашей жизни. Как он и был для нас двигающей силой. Движущей силой Динур считают и губернатор Свердловской области, и депутаты законодательного собрания. Многие годы завод отстаивает интересы Первоуральска на уровне области. И сегодня город принимает участие в более чем 15 областных программах. У нас появятся новые объекты транспортной инфраструктуры, новые объекты благоустройства, новые спортивные объекты. Пять лет, которые заявил Евгений Владимирович, должны для нас сексты, пятилеткой изменения нашей социальной картины в поселке-городе. От новых производственных технологий к благополучию жителей поселка. Перешагнув 85-летний рубеж, Динур, как и прежде, смотрит в будущее. Таисия Пономарева, Вадим Шолохов, Служба народных новостей.